Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, это такой большой комплимент в нашу сторону. Что же такое, да, в нашем представлении идеальный ЦАОП? Если позволите, то те слайды, которые в том или ином варианте обсуждались, я буду пропускать. Все мы это уже видели и знали. Я остановлюсь только на том, что нам удалось сделать и что нам нравится сейчас и какие проблемы еще у нас есть. Первый ЦАОП из запланированных пяти к открытию в 2019 году мы открыли на базе областной клинической больницы номер один в Волгограде. Это было сделано не случайно. Она в одном административном районе с нашим волгоградским онкологическим областным диспансером. Это позволило нам контролировать ситуацию с первого дня до нынешнего дня, а оказывать не только методическую помощь, но и всякую помощь. С одной стороны и с другой стороны мы видели проблемы, которые возникают, и совместно пытались их решить. К этому ЦАОПу прикреплено, вы видите, пять лечебных учреждений, три сельских, это Городещинская, ЦРБ, Лавлинская, Дубовская и две городских поликлиники, это центральный район города, поликлиники 3 и поликлиника номер 12. К моменту открытия ЦАОПа больница обладала всеми практическими лицензиями по необходимым профилям медицинской деятельности, кроме двух. Не было по колопрактологии и не было по палеоактивной медицинской помощи. На эти виды помощи были заключены договора с другими учреждениями, у которых была лицензия. По колопрактологии доктор приезжает в рамках этого договора и смотрит пациентов в ЦАОПе. По палеоактивной помощи, если нуждаются пациенты, они обращаются в поликлинику. Это как раз поликлиника 12 и получают помощь там. Ремонт. Больница старая. Надо было сделать ремонт в помещении. Мы отвели под ЦАОП целый этаж поликлиники областной больницы и сделали там неплохой ремонт, как нам кажется. Разместили там дневной стационар, кабинет онкологов, кабинет заведующего, процедурный кабинет, манипуляционный, где мы берем все виды биопсий под УЗИ-контролем. Кабинет там располагался, и мы его оставили нейрохирурга, потому что нейрохирургическая помощь в том числе и онкологическим пациентам оказывается в областной клинической больнице. И он всегда там принимал наших пациентов и продолжает там принимать. И там же остался кабинет стоматолога, поскольку на базе этой больницы челюстно-лицевая хирургия, стационарное отделение и та часть пациентов, которые попадают к стоматологам, они идут через этот кабинет. Кадры. Это один из самых сложных был вопросов, поскольку изначально предполагалось, что в дневном стационаре будет оказываться помощь пациентам нашим лекарственная. И в областной больнице к моменту открытия не было вообще ни одного онколога. Они не вели амбулаторный прием онкологический. Поэтому методом подкупа, уговоров, посулов нам удалось опытного онколога из нашего диспансера уговорить поработать там. Вот в течение того времени, пока там не будет устроена работа как должна. С тем, чтобы потом она вернулась в диспансер на более высокую должность и другие всяческие преференции были. Остальных онкологов мы завербовали из персонала областной клинической больницы. Мы их начали учить с начала года, как только стало понятно, что нам надо открывать ЦАОП там. Методом переподготовки первичной из врачей, хирургов, терапевтов, хирург, терапевт и акшергинеколог мы получили онкологов. Вот совсем недавно они успешно сдали аккредитации. И до этого момента работали врачи. Вот здесь был хороший такой вопрос, обсуждался, что делать с первичными онкологическими кабинетами, когда они вливаются в ЦАОП. Вот в поликлинике в 3, в поликлинике 12 было несколько онкологов, и они перешли работать в ЦАОП. Мы не закрыли там кабинеты, там осталось по одному специалисту, но в 12-й поликлинике 2 специалиста, остальные начали работать там. То есть нам удалось создать команду онкологов, которые знали эту работу и могли ее выполнять. Кроме того, для того, чтобы брать качественную биопсию, надо тоже было иметь навык, и это делала та доктор, который возглавил этот ЦАОП, и это был наш человек из онкодиспансера. Двигаемся дальше. Ну, это понятно, что, да. Заключены договора здесь, я уже сказала. Кто инициатор этого всего процесса? Это наш главный врач и главный внештатный специалист-онколог Волгоградской области Коваленко Надежда Витальевна и Кушнирук Наталья Эдуардовна, главный врач областной клинической больницы номер один. Оба доктора-кандидата медицинских наук имеют очень высокую профессиональную и специальную подготовку как организатора здравоохранения. И мне кажется, залог успеха еще и в том, что эта команда, которая очень тесно сотрудничала по многим вопросам. И до того, как открылся ЦАОП, была проведена огромная работа по тому, как, знаете, как проиграть вот эту на пальцах ситуацию, кого направляем, куда направляем, кто потом подхватывает, кто получает назад, кого мы можем отдать на химиотерапию и так далее. Это потребовало огромного количества документов, согласованных между собой с теми медицинскими учреждениями, которые влились в этот ЦАОП. Все это утверждалось комитетом здравоохранения, поскольку менялась структура областной больницы. Это же новая структура ЦАОП. Надо было изменить и штаты, и структуру областной больницы. Одним словом, документальное взаимодействие – это не только бумаги, но это еще и возможность очень четко определить взаимодействие между собой. И за многими этими приказами стоят еще и дополнительные документы, которые называются регламент. Регламент взаимодействия ВАКОДа и областной больницы, регламент взаимодействия медицинской организации и областной больницы, в том числе регламент и внутренней маршрутизации онкологических пациентов внутри областной больницы. И на каждом этапе надо было проводить очень большую разъяснительную работу с докторами и первичного звена, и больницы, которые не понимали, почему это в областной больнице. Создан вдруг ЦАОП, и надо устраивать пациентам зеленые коридоры, отодвигая не менее значимых пациентов на такие виды исследований, как КТ или МРТ. Это психологически воспринималось не очень доброжелательно со стороны остальных отделений. И с врачами тоже приходилось неоднократно беседовать и пояснять. Одним словом, я хочу сказать, чтобы все взаимодействовало хорошо, надо приложить немало сил. Штатное расписание. Вот здесь мне тоже хотелось бы остановиться. Посмотрите. Врач-онколог по 48-му Н-приказу рассчитан ровно так же, как в 915-м приказе. 1 на 25 тысяч населения. Послушав здесь, я поняла, что не у всех укомплектованы первично-онкологические кабинеты, и не везде они есть. Но вот в нашей области большим трудом нам удалось создать эту сеть. У нас 54 онкологических первичных кабинета. И там есть врачи-онкологи. В настоящее время только в двух кабинетах их нет. Одна в декрете, одна ушла на пенсию, но туда уже готовятся на кафедре онкологи. И получается, что нам в ЦАОПы надо фактически удвоить количество онкологов. Возникает вопрос. Тогда надо делять полномочия, если мы не собираемся, а мы не собираемся закрывать первичные онкологические кабинеты. У нас точно такое же плечо дальнего городка, поселка городского типа, там 500 с лишним километров. И всем известный Урюпинск, столица русской провинции, это 450 километров. И мы не хотим ничего терять. Поэтому сейчас мы еще не ввели документ, который бы регламентировал разделение полномочий между первичным онкологическим кабинетом и ЦАОПом. Но это будет сделать обязательно. Мы обсуждали сейчас то, что должны делать в ЦАОПе, упуская, например, такой момент обеспечения лекарственной противоболевой терапии, включая наркотические и психотропные средства, обеспечения льготными препаратами. Вот эту региональную льготу, от которой очень хорошо говорила докладчик. Да, заявку составить-то можем мы. Но кто подаст нам информацию про этих пациентов, первичных, из первичных онкологических кабинетов, совершенно справедливо. Поэтому ПОКИ ни в коем случае нельзя убирать. Кроме того, отчеты наши многострадальные, кто будет делать, кто их будет формировать? И один из самых важных отчетов на нынешний день, это о тех умерших от онкологических заболеваний или не от онкологических, но пациента, который состоит на учете с онкологическим заболеванием. Это все делают онкологи первичных онкологических кабинетов. Это информация, даже если мы потенциально закроем ПОКИ и отдадим все САОПам, они откуда получат? Ниоткуда. Только из поликлиники по месту жительства пациента. Поэтому мы категорически против закрытия ПОКИ. Они будут у нас на местах и в ближайшее время. Что нам дал вообще вот такое раннее открытие САОПа? Возможность проиграть на нем разные ситуации, отработать их с тем, чтобы при дальнейшем открывании САОПов мы понимали, какие у нас есть подводные камни и сложности. И максимально устранить их до декабря месяца, когда мы планируем открыть еще 4 САОПа. Но один, по-видимому, откроется у нас в ноябре, потому что уже практически готов. Поэтому вот в отношении... Я задавала этот вопрос координационному нашему центру. Один на 25 тысяч человек, онколог. Мы сейчас для себя приняли такое решение, что вот штат, утвержденный 20 с лишним ставок, это максимальный размер штатного расписания САОПа. Но укомплектация будет такая, которая позволит спокойно перерабатывать поток пациентов с одной стороны, с другой стороны, не создавать ситуацию, когда бы мы на прием посадили, допустим, 7 врачей-онкологов, а в месяц, в первый месяц работы САОПа пришло всего там около 400 пациентов. Что в расчете на 4 человек, это от 15 там до 20 пациентов в день. Мы не можем, и никто не может себе позволить посадить врача просто так, дефицитного, чтобы он сидел и получал деньги, без нагрузки. Поэтому этот вопрос еще мы обсуждаем. Ну, это сейчас только очень хорошо все было рассмотрено. Единственное, что ТЕРФОНД с нами очень хорошо контактирует и очень быстро утвердил нам обращение, тариф, отдельный тариф обращения к врачу-онкологу Центра амбулаторной помощи с диагностической целью 4 064,70 рубля, с учетом того, что КТ и МРТ у нас идут по отдельному тарифу. Это дорогостоящие виды исследований. Это, конечно, маловато, скажу я вам честно. С учетом гистологической верификации диагноза, с учетом манипуляций, с учетом УЗИ и прочих методов. Но это столько, сколько они нам могли дать, и мы благодарны и за это. Хотя, конечно, нагрузка, вот вы об этом очень хорошо сказали, она возросла на диагностические службы. Им это тоже не очень-то нравится. Но пока деваться некуда. В отношении цифрового контура – это очень сложный вопрос. Несмотря на всяческие проекты, которые продвигаются с 2014 года, у нас на территории работают несколько информационных систем. Мы работаем в программе БАРС. И деваться нам некуда. Мы обсуждали, что она не безупречна. Но, тем не менее, мы всех, первичные онкологические кабинеты у нас погружены в эту систему. И поэтому мы уже сейчас видим пациентов, которые там появляются, первичные пациенты, на каком этапе обследования находится. У нас же только один САОП, а остальные-то работают по старой схеме маршрутизации. Но надо сказать, что и эту маршрутизацию мы поменяли в прошлом году, когда вышли изменения в 915 приказ, которые жестко регламентировали сроки обследования пациентов. Для себя мы сделали такую структуру, которая явилась вообще прообразом САОПов. Мы назвали зональные медицинские организации, которые прикрепили все медорганизации. По тому же самому принципу, зональная организация могла обследовать максимально человека. Это позволило нам сократить сроки. И уже модель САОПов, она как бы легла на эти зональные организации. По сути, в перспективе они все станут САОПами. Но требовалось дооснащение, ремонт и более расширенная работа в цифровом вот этом контуре. Но в каком-то смысле, в организационном, нам было немножечко полегче с этими зональными организациями. Они работали тогда без тарифа. Мы до них добивались и добились вот с начала этого года. Но и этот тариф плавно перешел на САОП. Вот как-то так у нас получилось. Поэтому, что мы сейчас видим в этой системе БАРС? Мы видим пациента, который появился на этапе поликлиники. У любого врача-специалиста в поликлинике, организация, которая прикреплена к САОПу при возникновении подозрения у пациента на злокачественное новообразование, он отсылает его к регистратору в своей поликлинике. И этот регистратор звонит в САОП, сообщает данные об этом пациенте. И они сразу же появляются в системе БАРС. Мы уже видим. Вот это точка отчета от подозрений. И дальше мы считаем все эти дни, по которым нам всем известно. 1, 5, 14 и так далее. Мы сразу для себя определили, что мы будем очень жестко контролировать диагностический этап до стационара и с тем, чтобы укладывались все в эти 15 дней. Хотя не всегда это получается и не всегда по нашей причине. Ну, пациенты это не солдаты. У кого-то семья, свадьба, похороны, поездки. У кого-то сопутствующие заболевания, которые требуют госпитализации. И в этом плане, опять же, хорошо, что это областная больница. Они сразу стали их госпитализировать к себе. Там практически все виды есть профиля медицинской помощи. И после госпитализации и стабилизации состояния уже дальше пациент идет на диагностику. Отслеживают эту маршрутизацию и сроки колл-центра областной больницы и нашего онкологического диспансера. И также вот это была функция заведующей ЦАОПа, которая контролировала каждого в ручном режиме. Ну, пока вот так. Ну, это то, что я рассказала. И дальнейшие возможности. Пока только у нас на территории создаются информационные шины между различными программами с тем, чтобы электронная история болезни... Слава Богу, у нас во всех лечебных учреждениях ведется электронная история болезни. Это большой плюс. Чего нам не хватает для полного счастья этой системы ЛИС, чтобы там были видны все исследования лабораторные. Где-то есть, где-то нет. И это связано с автоматическими анализаторами, которые предусматривают интеграцию в эту систему, либо не предусматривают. Кроме того, система ПАКС у нас, она тоже работает, но тоже не везде она есть, потому что цифровые маммографы не все, есть и аналоговые. Но одним словом, это вот сейчас мы интенсивно над этим работаем. Мы всяко подчеркиваем, что мы вместе. Вот в правом верхнем углу логотип областной больницы и логотип ГБУ СВОКОТ. И вот мы сделали Центр анализаторно-онкологической помощи тоже с таким вот значком. И все центры, которые будут открываться у нас в Волгограде, в Волгоградской области, они будут иметь этот значок и единое стилевое оформление, чтобы было понимание. Цвет может быть разный, но стиль будет везде один. В каждом ЦАОПе, переступая порог, каждый пациент и врач будет понимать, что они попали в сетевое расположение. Да, и единообразие работы, оно позволит нам выстроить очень четкую структуру и систему. Конечно, все это в рамках бережливой поликлиники, в рамках нового стандарта работы. Я очень не знаю, как там сейчас это все называется, поскольку все-таки это первичное звено, и там свои есть главные специалисты, но мы как-то вот с ними интегрируемся и говорим, что мы работаем вместе. Это на самом деле так. Информационная поддержка. Я уже сказала, что надо было работать буквально со всеми. Мы очень беспокоились, что пациенты начнут нервничать, им не очень понравится куда-то ехать. Но, как выяснилось, что эта категория людей очень быстро поняла все преимущества. Сарафанное радио необыкновенно быстро распространило вот эту информацию о том, что буквально вот мы старались сразу сделать так, чтобы в два посещения пациент получил полный вид обследования по стандарту. Если это возможно, если требовалась какая-то подготовка, значит, конечно, это немножко отодвигалось. И у нас очередь на КТ и МРТ тоже пришлось дифференцировать. Скажем, пациенты, которым надо, и уже понятно было онкологу, делать биопсию, то КТ и МРТ они проходили в течение трех дней. Все остальные, которые не требовали этого исследования, они проходили в течение семи дней. Потому что поначалу мы это не понимали, и записывая на семь дней, скажем, на КТ или МРТ, а потом, проводя биопсию и плюс еще гистологическое исследование, у нас сразу сроки растягивались. Ну вот такие вещи можно было понять только в процессе работы. Предусмотреть это невозможно. Телеканалы, ролики. Мы даже игровой сделали ролик о том, чтобы люди не боялись обращаться в ЦАОП и приходили. Ну, это все сработало очень хорошо. И начались звонки главному врачу областной больницы с просьбой принять пациентов, которые не прикреплены. И, конечно, мы никому не отказывали. И дальше я покажу, ну, это вот всяческие картинки. Колл-центр, регистратура. У нас в дневном стационаре кресли, не кровати, ожидания, информаты. Значит, я вам рассказала, что мы расположили в поликлинике на первом этаже. И не сказала, что вся диагностика, она в отдельном корпусе. И до него метров 150 вот так приблизительно. Поэтому был приобретен еще такой автомобильчик, который перевозил тех пациентам, которым сложно ходить по территории. Так, и вот к чему мы пришли за три месяца работы. Посмотрите. За три месяца работы было обследовано 1205 пациентов. 300-380, в сентябре чуть побольше, 400. Количество посещений – 1900. Вот раскладка по тем учреждениям, которые были прикреплены. И 508 пациентов было направлено из других районов Волгограда и области, а также от консультативной поликлиники областной больницы. Когда пациент приходил к гастроэнтерологу из дальнего района на консультацию в областную больницу, а гастроэнтеролог видел, что здесь нельзя исключить онкологическое заболевание, то тут же маршрутизировал человека в ЦАОП. Это дополнительная опция. И мы уже не смотрели, откуда приехал пациент, потому что было бы вообще бесчеловечно отправлять за 500 километров назад и направлять его куда-то еще. Диспансерная группа. Вот тут тоже хороший вопрос. Диспансерная группа. Где она должна наблюдаться? В ЦАОПе или в поликлинике по месту жительства в первичном онкологическом кабинете? Здесь мы отдали на откуп онкологу ЦАОПа. Если он считал, что нужно оставить под наблюдение пациента здесь, он его оставлял. Если можно было отправить в ПОК по месту жительства, значит продолжалось диспансерное наблюдение там. Что еще? Из этих 1200, у 112 пациентов, это 10%, впервые выявлено онкологическое заболевание. Много это или мало? Это достаточно с нашей точки зрения сейчас. Кто-то сказал, руководитель ЦАОПа Питерского, что мы лопатим огромное количество пациентов и показал, что у них соотношение там 1 к 7, но у нас получилось вот 1 к 10. Ну, грубо говоря, 1200 и 112, да, с диагнозами. Но мы не считаем, что это потраченные в пустую силы и деньги, потому что люди ушли с установленными диагнозами. Они вернулись к себе домой с неспецифическим язвенным колитом, например, да. И я не считаю, что это заболевание менее заслуживает внимания, чем, скажем, я не знаю, аденокарцинома, там, толстого кишки. Ольга Война, извините, можно я вас перебью? Здесь немножко по-другому. Евгений Александрович говорил о другом. Городской онкологический диспансер, большая клиника, получает 1 на 8 без диагноза рака. Все, я поняла. Он как раз, да, у них ЦАОП еще только-только открылся. Как раз вот и говорит о том, что вы сняли нагрузку со своего диспансера. А он говорил о том, что диспансер очень много принимает пациентов непрофильных. Ну, это ужасно на самом деле. И наши были попытки из органов управления здравоохранением Волгоградской области сказать, ну, зачем нам ЦАОПы? У нас есть филиалы онкодиспансера, ну, пусть они возьмут на себя функцию ЦАОПа. Мы категорически против этой идеи. Все-таки специализированное учреждение должно получать пациента с установленным, верифицированным диагнозом и начинать спецлечение. И не терять время, и не опускаться до уровня первичного звена. Ведь, по сути, это опуститься на уровень районной поликлиники. Это немыслимо. Вот какие мы выявили заболевания. Так, про лекарства уже все хорошо сказано. Это понятно. Было немножечко сложновато настроить наш врачебный консилиум на то, чтобы он направлял пациентов в ЦАОП на химиотерапию. Но все-таки они согласились. Да, согласились. Они оценили, что те виды лечения, как, скажем, та же залидроновая кислота, которая просто всем вынесла мозги, наконец нашла свое пристанище. И это вот улучшило всем жизнь. Эндоскопия. Эндоскопия. Вот это сложная позиция. Областная больница хороша еще тем, что у них много кабинетов УЗИ. У них много кабинетов эндоскопии. И тем не менее, вот посмотрите, 180 эндоскопических исследований. Биопсия. Это достаточная такая нагрузка. При том, что пришлось работать и с эндоскопистами. И показывать, и рассказывать, что мы от них хотим. Но дело стоит того. Взаимодействие с областным патологоанатомическим бюро. Очень тесное взаимодействие. На территории Волгоградской области много лет была практика, когда все абсолютно исследования морфологические пересматривались в онкодиспансере. Вот пока мы добились того, что все исследования гистологические из ЦАОПа мы не пересматриваем. И стремимся к тому, чтобы все-таки мы работали единой такой командой с патологоанатомическим бюро. У них пока нет иммуногистохимического исследования. Но мы делаем так, чтобы мы могли проводить иммуногистохимию. Все знают этот простой путь. 10% инстриальный формалин. Там один день. Быстрая обработка. И дальнейшее можно проводить иммуногистохимию. Все это мы реализовали. Немножко они тоже затягивали наши исследования. Не понимая, почему-то вдруг они должны смотреть пациентов из ЦАОПа и стекла их в первую очередь, отодвигая остальных. Но нам удалось добиться своего. Вот минимум 5 дней, максимум 10. Ну вот так. Так, вот наша область. Я вас благодарю за внимание. Продолжение следует...